Здравствуй, Полтава! С вами я, Александр Демидович. Я нахожусь рядом со стадионом «Динамо». Вижу, что здесь заканчиваются работы. Но что самое интересное, я довольно часто здесь вижу, по утрам проходя, Кудацкого Александра Николаевича, депутата городского совета. Но я хочу сейчас попытаться его здесь найти, если он здесь. Ну, и задать пару вопросов, что он здесь делает все-таки. Александр Николаевич здесь. Сейчас подойдем, зададим ему пару вопросов. Добрый день, Александр Николаевич. Доброе утро. Каждое утро вижу вас здесь. Не заходил, оттягивал момент, Хотел поговорить с вами, как профессиональный депутат в рамках проекта. Но вижу, что все равно вы здесь, здесь не смог. 10 числа будет открытие? Нет, не будет. Так. Я думаю, что более всего открытие... Есть у нас 17-я дата на сентябре, есть 23-е сентября. Вот из этих двух дат будет что-то выбрано. Вы здесь каждое утро, помимо своего рабочего места, Это как депутат вы здесь или как? Нет. Как активный гражданин города Полтава. Вот, вот так. Как представитель федерации футбола Полтавской области. Как директор завода медицинского стекла. Как директор тоже здесь? Да, конечно. Я вам скажу, что эти трибуны, ограждения полностью сделаны работниками Полтавского завода медицинского стекла. И за счет Полтавского завода медицинского стекла. То есть вы выступаете как спонсоры здесь, я правильно понимаю? Мне очень хорошо, потому что легко договариваться. Я сам с собой договорился. Как инвестор, как заказчик, как подрядчик. В одну секунду все решается, все вопросы. Но все равно каждое утро приходится приходить, контролировать, я правильно понимаю. Не, ну а как? Должно быть четкое руководство. Люди должны знать, на какой ширине ставить сиденье, чтобы удобно. Чтобы не было сомнений, не было длительных согласований. И прочее, прочее. Мы делаем все, чтобы было удобно для потребителей этой продукции. Ну, для спортсменов, для зрителей. Александр Николаевич, я знаю, что вы друзей своих, как спонсоров, сюда привлекали. В процентном соотношении сколько спонсорских денег здесь ложится? Примерно так. Ну, я могу сказать, где-то порядка двух процентов. Порядка двух процентов? Это все остальные. А если взять там соотношение завод медицинского степла, сколько спонсируют, это завод порядка 25 процентов. Завод порядка 25 процентов сюда? Да, с метной стоимостью все. Просто стоит вопрос, что бегуны там у нас есть такие, спрашивают, почему нету беговых дорожек? Ну, в беговые дорожки, есть вопросы у нас. Либо надо было уничтожать маленькое поле 42 на 21, либо делать нестандартным это поле. Ну, хотелось бы сделать его соответствовать всем стандартам, если делать один раз. Ну, вы видите, что стесненные у нас тут территория, там, дорога, тир. И посему было принято решение. Мы не сможем сделать в соответствии всем стандартам и требованиям легкотлетическим полный круг с радиусами и прочее, прочее. Поэтому сделали 100-метровка. С той стороны я видел, да. На той стороне будет покрытие нормальное, со временем, вот все. Будет 30-60-100 метров бегать. Можно давать старт. Большому марафону, я думаю, что все-таки будем заниматься еще и получим поддержку Александру Федоровичу ММА. Памятник парке Славы сделать полноценный большой круг для бегунов, две дорожки. И там будет она как раз по теме. То есть есть и такие планы? Марафонцы могут заниматься, я думаю, и 5 километров, 3 километра, какие-то дистанции можно будет послать. Я думаю, там будет самое место. Но в настоящий период времени есть еще 38-я школа, где полноценный столбин. И надо все-таки получить внятное разъяснение от руководства клуба Орского, почему людей не пускают на стадион, который принадлежит громаде места полного. То есть интересно, надо сходить действительно с таким вопросом на ВОСК. Я думаю, что и общественности, и те, которые занимаются легкой атлетикой, активные участники этого спорта, и местной власти, все-таки расспросить и узнать, почему не пускать, всю жизнь пускать на стадион людей заниматься, студентов, пед, строительный, сельхоз, кооперативный, все там занимались. Сейчас это режимный объект закрытый. Вектор принял. Спасибо за направление. Поэтому пусть объяснят, почему, с какой целью они закрыты. Понятно. Спасибо большое вам за вашу работу. Удачи, здоровья и сил в вашем труде. И вам того же. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!